Здравствуйте! В студии Лендару Михаил Кожухов. Мы поговорим сегодня о законе об ответственном обращении с животными, который не могут принять уже 17 лет, и который, наконец, на днях рассмотрят уже во втором чтении Государственной Думы. И вокруг которого, в общем, продолжают кипеть страсти в собаколюбческой и животнолюбческой общественности. Как я понимаю, один из таких конфликтных пунктов – это программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Что не так? Почему она не нравится, например, вам? Вы сказали, страсти в собаколюбческих кругах, в собаконенавистнических тоже. Во-вторых, страсти и чувства не должны обсуждаться с законодателями. Хотя это очень интересная часть закона, как он возбуждает электорат на лояльность или ненависть. Что не нравится в законе мне? Этот законопроект предполагает после стерилизации и кастрации собак их выпуск в так называемую среду обитания. То есть в самом начале своего существования этот закон уже в корне антиконституционен. Так как в теле одного закона новый законопроект признает собаку, в частности собаку, источником высокой опасности, неповышенной, а высокой. И он же предписывает заселять среду обитания человека источником повышенной опасности. Как это возможно? А что надо делать? Собаки должны изыматься и помещаться в государственные органы Госветнадзора на карантинирование и передержку. Откуда по истечении определенного срока они должны передаваться в приюты. Пожалуйста, огромное поле для зоозащитников. Откуда распределяться новым владельцам, а не перспективные животные эвтонизироваться? Неприручаемые, одичавшие, агрессивные, опасные, неизлечимо больные. Этот же закон приписывает выбрасывать их обратно на улицы городов, из которых они изъяты. Анастасия, я так понимаю, что у вас другая точка зрения. Да, потому что Всемирная организация здравоохранения признала, что животные должны выпускаться на прежнее место обитания. Во-первых, они являются естественным барьером против бешенства, и вам тоже об этом известно. Что такое естественная преграда против бешенства? Животное, которое вакцинированное, привито от бешенства, оно не является разносчиком бешенства. Соответственно, если вакцинированное животное кусает бешеное животное, то дальше инфекция не распространяется. И животные, в принципе, в городской среде необходимы, они должны быть. Также животное, уже доказано, что на место животного, которое изъяли из естественной среды обитания, на его место приходит следующее животное. Этот процесс будет постоянным. То есть вакцинированное, стерилизованное животное, которое не приносит потомство, является барьером, а оно должно находиться в среде. Оно не пустит другое животное. А город это естественная среда обитания для собак? К сожалению, у нас так сложилось обстоятельство, что у нас есть животные на улице. И уничтожать их совершенно не губанно, когда можно решить эту ситуацию другим способом. Тем более у нас общество уже созрело к этому. И, к примеру, взять митинги, которые проводились в России. И последние митинги, это был всероссийский митинг. 86 городов в один день. Слушайте, давайте про митинги не будем, потому что митинги проходят по разным поводам, и на них, на некоторые обращают внимание, но другие нет. Требования людей, в принципе, выходившие на такие мероприятия, это программа ОСВВ, и требования это дать животным право на жизнь. Вы говорите о том, что они привиты против бешенства, но бродячие собаки могут быть разносчиками и других болезней. Тысячи других болезней, чудовищно опасных для людей. Кроме того, что последние случаи заражения людей бешенством, это бесконтрольно мигрирующие стои. Я задала только один вопрос. Всемирная организация здравоохранения никогда не принимала таких постановлений, о которых говорит мой оппонент. Никогда. Так, а по поводу других болезней? У нас есть болезни, которые передаются и не только от животных, и не только собаки являются разносчиком болезни, а много других животных. Мы тут же можем рассматривать огромный комплекс заболеваний, которые опасны для людей. И есть профилактика заболеваний, которой можно придерживаться. Артем, вы согласны, да? То, что федеральный закон базовый об ответственном обращении с животными нужен и давно должен был быть принят, это, ну, что называется, медицинский факт. А почему тогда, вот, действительно, 16 или 17 лет его никогда не приняли? Вы знаете, сложно, сложно сказать, но я думаю, что был определенный недостаток политической воли, определенный недостаток понимания ситуации. Была надежда, что все само рассосется, в том числе и в городах, и с безнадзорными животными и так далее. Тут возник вот этот эпизод с хабаровскими животными. Главный начальник обратил внимание и дома зашевелился. Много было, что называется, предпосылок, да, а политическая воля начала свою работу. Значит, первый этап, закон нужен. Нет, давайте, простите, 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 простите. Вы смотрите на это как юрист, а я как, там, владелец собаки. Что не так вот в этой истории с вакцинацией? А почему не так? Я, в общем, считаю, что на сегодняшний день это единственный правильный выбор, то есть других вариантов быть не может. И, в общем-то, закон тоже так считает. То есть мы говорим о выпуске, о населении собак. Да, отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Должен быть однозначный федеральный сигнал, что мы не занимаемся уничтожением собак, мы не занимаемся эвтаназией, мы не занимаемся убийством животных, мы занимаемся только тем, чем предполагает федеральный закон. То есть стерилизация, вакцинация и выпуск. Никаких смертей животных, в принципе, не должно быть. А смертей детей? Если только мы формулируем как-либо иначе, то правоприменительная практика дает нам, опять же, ситуацию, при которой каждый будет творить все, что угодно в рамках своего понимания. Вы представляете, мэр небольшого городка, да? У него нет внятного сигнала, и прокуратура не говорит ему, как надо делать. Послушайте, я сейчас хочу... И он делает, как хочет, как привык. И это большая социальная группа, с которой нет никакого внятного диалога со стороны зоозащитников. Они просто не слушают, они делают, как привыкли. Они нанимают людей с ружьями или с отравой и травят кого попало. Это плохо, это плохо. Ну вот я хочу вас о чем спросить. Я не мэр маленького городка, я просто человек. Я иду и вижу стаю собак. Я не знаю, что у них на уме. Я боюсь. И, в общем, я имею право спокойно идти по улице, да? И кто гарантирует, что эта стая чудесно вакцинированных, привитых от бешенства, не бросится на меня, на моего ребенка, на мое там... Никто никогда не гарантирует. На пожилых людей. Естественно, гарантию у нас дает что там? Только страховой полис, да? И то не в каждой страховой компании. А кто будет отвечать, если это произойдет? Никто по новому закону. Если мы понимаем, что произошла какая-то ситуация, то производится оценка этой ситуации, да? И через суд взыскивается по требованию истца компенсация, например, вреда здоровью. То есть на лечении... Стоп, стоп, стоп. С кого? Вы оба юристы. С органами местного самоправления. То есть если бродячая отпущена на волю собаку, укусила кого-то, то надо подавать в суд на местный орган власти? Ну, там будут подробности, конечно. Это каждое дело решается, естественно, судьей в индивидуальном порядке. Вы хотите что-то добавить? Да. Программа стерилизации, вот ОСВВ, и когда мы говорим о выпуске, предусматривает контроль за агрессивными особами, которые будут помещаться в приют. Также доказано, что собаки, животные, которые простерилизованы и кастрированы, они не проявляют такую агрессию к человеку. Это ложь. И есть статистика официальная, которую также проводил Роспотребнадзор, что в основном нападение животных происходит владельческих. И это ложь. Я говорю про статистику Роспотребнадзора. Это неправда. Она у меня точно так же в руках, причем от главы ветеринарного департамента. Так, давайте прибегнем к мнению биолога. Будьте добры, у нас Владимир Рыбалко, биолог, руководитель приюта в Карелии, как я понимаю, который специально занимался изучением бродячих собак. Владимир, добрый день. У нас вышел спор. Мнения разделились. Некоторые считают, что привитая, вакцинированная, чипированная, стерилизованная собака должна быть выпущена на волю. И она относительно безопасна для окружающих. И это гуманный способ решения проблемы. Вы считаете так же? Это не рекомендуется, потому что всякие могут возникнуть ситуации, когда, скажем, с точки зрения человека никакой мотива для агрессии нет, с точки зрения собаки такой мотив может появиться. А что говорят? И это не лучший выход и для собак, для собак тоже. Так мы предлагаем решать вопрос. Мы предлагаем комплексный подход, в котором сочетаются все методы, принятые, все гуманные методы, принятые в цивилизованном мире, с учетом тех обстоятельств, в которых они действительно сработают. Понимаете? А в чем комплексность? Это, прежде всего, комплексный подход с опорой на систему приютов, которые будут выполнять функции сбора животных и дальнейшее решение их судьбы в индивидуальном порядке. Прежде всего, какая функция приюта? Во всем мире это пристройство животных. То есть, животные попадают в приют, если его можно пристроить, если оно адаптируемо, оно определенный срок там находится, ему ищется хозяин, либо перейдется в другие приюты на передержки зоозащитные и так далее. Так работает приют во всем мире, так должны работать приюты у нас и, в принципе, работают. Второй момент. ОСВ тоже имеет свою экологическую нишу, о чем я сказал. Это работа с закрытыми, прежде всего, территориями предприятий, организаций и так далее. Кто это будет определять? Вот поймали собаку, у нее же не спросишь, ты живешь на территории завода закрытой, там за тобой ухаживают или нет? Где поймана собака, понятно, где она поймана. И мы знаем, что она поймана на территории предприятия, организации, ее сдали нам, например, ее сторожа или работники, которые хотят ее стерилизовать и вернуть обратно. Мы знаем, что это за животное, и мы можем потом вернуть им обратно под их какую-то ответственность за то, что они будут в дальнейшем за ней осуществлять какой-то надзор и так далее. Это все, на самом деле, работает. Эти схемы не придуманы мной из головы. Ряд городов уже идет в России по этому пути и успешно идет. От маленького нашего карельского городка Суаярви, где с помощью комплексного подхода за два года численность собак бездомных упала в четыре раза, до таких больших городов, как Тольятти, Самара, Екатеринбург, Вологда, которые тоже нащупывают эти пути, понимаете? То есть это все надо изучить, исследовать, привести в порядок. Потому что сейчас каждый город фактически и сама жизнь заставляет ощупью искать те пути, которые работают. Итак, вы противник ОСВВ в том виде, в котором это предлагает сейчас проект закона. Я противник ОСВВ как панацея единственного выхода из ситуации. Я считаю, что этот метод может иметь свою нишу, свою область применения. Да, спасибо вам большое. У вас есть некоторые разногласия. Потому что вот в том, что предлагаете вы, тоже содержится поле для многих отклонений от идеала. Сбежала собака домашняя, ее поймали, ее не взяли, подвергли эфтаназии. Разрешите, пожалуйста, неправда. Неправда. Значит, я только что говорила. Вот законопроект петербуржский, который Дума отклоняла трижды, написан ветеринарами, зоологами и биологами. Это очень печально для законопроекта. Самая главная беда нового закона в том, что он никак не защищая права людей, прогарантированной конституцией, ставит этих бедных, несчастных, уличных, безнадзорных животных в положение гонимых. Как показало именно так. Потому что любой человек, в песочницу, которому во дворе гадит собака с биркой в ухе, возьмет камень, прогулит ее и забьет. За радикальная зоозащита отстаивает право собак на жизнь. В голоде, холоде, с глистами. А вы предлагаете их убивать? Я предлагаю сделать это так, как это существует в европейских странах. Конкретно Финляндия, Швеция, Германия. Собак бродячих на улице, вы там не увидите, это невозможно. Животное немедленно помещается в 30-дневный карантин, шелтер на государственный счет. Под очень строгий контроль госветнадзора. А потом? 30 дней после этого зоозащита может собирать деньги и брать юридическую ответственность за это животное, помещая это в частные шелтеры. Пожалуйста, зоозащитники, собирайте деньги. Зоозащита – это наши с вами сограждане. Это и мои. Я переустроила 18 собак бездомных за 4 последних года. Зоозащита – это не некая государственная структура, которая за бюджет работает. Это мы с вами. Разрешите, пожалуйста, я дополню. Собака является высочайшим уровнем не только физической опасности. Стерилизованные собаки не становятся добрыми. Наоборот. Кастрация животных – справочник американской ветеринарной медицины, академический труд. Порог предчувствия опасности у кастратов снижается. Они перестают убивать друг друга и грызть за самок. Людей они кусают на 30% чаще. Потому что эта собака понижается в статусе в социальном и становится гораздо более пугливой. Особенно прожив процедуру отлова и кастрации, на каждую протянутую руку она уже смотрит с недоверием. Я приведу пример Ярославля и Вологды. В Ярославле проводился отстрел животных. И в 2015 году проводились исследования, насколько был эффективным этот метод. И на километр площади численность безнадзорных животных увеличилась. Все равно туда приходят новые животные. И возьмем Вологду. После проведения отлова, стерилизации и выпуска обратно численность сократилась в 2,5 раза на километр после пересчета. И снизились количество укусов на 40%. Это исследование у нас в России. У нас есть опыт и другой. Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Это положительные результаты действия программы ОСВВ. Каким образом у вас в 2 раза снижается численность? Хотя я прекрасно знаю, что было, где была массовая трава собак. Это не у нас, это статистика. Это не статистика. Это статистика не подтверждается учетом. Животные не учтены. Вот вы все говорите о вещах, как будто мы живем с вами в идеальном государстве, в таком утопическом, где вот если мы напишем, что надо комплексно заниматься, и к каждой собаке найти индивидуальный подход, и построить 20 тысяч приютов по стране, и профинансировать содержание собак, и все будет хорошо, а эфетаназия будет применяться только по большому исключению. Но вы же понимаете, что это не так. На сегодняшний день этот закон даже не предлагает обязательной чипизации всех домашних животных владельческих, потому что мы все понимаем, что нет на это политической воли, нет на это средств у государства. Смотрите, я некоторое время назад занимался этой проблемой не в связи с законом. Я делал кино о животных в большом городе, и мне говорили кинологи, что собака, которая прожила какое-то время на улице, не сможет жить больше дома. В ней остается вот эта стайность, она продолжает быть опасной. Конечно. Есть такая точка зрения. Конечно. Не нужно ей жить дома потом. Это, с одной стороны. С другой стороны, выпущенные собаки из соображений гуманности, или не знаю, как правильно это назвать, они не спровоцируют ли новую волну вот этих убийц? В точку. В точку, в которой... Нет, вы знаете, я думаю, что не будет новой волны. Я верю в то, что мы для того, чтобы избавиться от стаи собак в городах, должны качественно поменять вообще нашу жизнь. У нас не должно быть открытых помоек, у нас не должно быть теплотрасс, в которых можно что угодно делать. Но это ведь за пределами нашего сегодняшнего разговора. Если мы будем представлять себе идеальную модель, конечно, а зачем, какие безнадзорные собаки будут жить в городе, если им негде жить, нечем питаться, да? Если у них нет причин жить в тех или иных местах. Но если у нас есть эти помойки, на которых они собираются в стаи, то на эти помойки обязательно придут какие-то другие животные. То есть, понимаете, у нас на помойках живут и собаки, и бомжи. Вот такая вот у нас экологическая ситуация, если хотите, экокультурная. Вот хорошо, эвтаназия. А кто будет решать судьбу собаки? Это будет частный человек? Органы государственной ветеринарной службы. Они должны, что это консилиум, убиваем шарика, оставляем жить бодика. Разумеется, агрессивные животные должны эвтанизироваться, а также бесперспективные. Как это существует в Европе? Например, в Германии это 21 день. Бесперспективные, это хороший термин. Бесперспективные. Такой из 30 какого-то года фашистской Германии. Бесперспективные животные. Бесперспективные для отдачи, социальные, собака, которую возьмут в первую очередь. То есть дружелюбная, игривая, безопасная. Да-да-да, а потом мы еще пройдемся по породам, как по национальностям собак. Нет, друг друга не перебиваем все. Значит, и собаки вторично одичавшие, недоместицированные, которые просто попросту неприручаемы. Они не нужны никому. И за них может платить зоозащита для их пожизненного содержания шелтеров, но не бюджет страны. Но не бюджет страны. А вы не ответили, кстати, на мой вопрос. Вот сбежала моя собака, ее поймали. И отвезли в шелтер на 30 дней. За 30 дней вы идентифицированную собаку отыщите ее за сутки. У нас сейчас нет чипирования. Обязательно. Если я бабушку, которой не хватило денег на чипирование. Здесь говорят о чипировании, видимо, хотят еще и на чипах заработать. У нас есть индексы почтовые. Татуировка стоит 30 рублей. То есть любой санитар в любой деревне, в любом ветеринарном пункте может нанести идентификационную татуировку. Как индекс почтовый. 2, 12, 46. Понятно, это Москва, улица Туполева. И там в журнале вести учет животных. Индентифицированная у моей собаки, которая чипирована и высокопородная, еще и клеймо на животе, где написано, есть чип. Я так еще застраховалась от несчастного случая. Мало ли ДТП выбежит собак. Она чипирована, она клеймена, и еще надпись есть, чип есть у нее на животе. Это совсем не трудно. И если это будет в органах государственного госветнадзора и контроля, куда будут свозиться животные на первичный прием, то владельцы мгновенно отыщут свою владельческую собаку. А если собака будет найдена с клеймом и чипом, а владелец не заявил в полицию, как в США, в Канаде или в Германии, мы немедленно можем принять к нему статью о безобразном отношении к животным безответственным, когда он выбросил свою собаку на улицу и не заявил о ней в полицию. Спасибо. Я понимаю, на самом деле, почему закон так долго не принимался. Мне кажется, что зерна здравого смысла есть во всех позициях. Мы не пришли сейчас. Вы не убедили даже меня. Надеюсь все же на то, что здравый смысл законодателей победит, на то, что они услышат все позиции. И будет принято какое-то... Ну, будет найдено какое-то золотое сечение. А во второй части нашего разговора мы поговорим о других, не менее спорных пунктах, которые содержит будущий закон об ответственном содержании животных. Спасибо вам.